Сегодня ночью случилось еще одно трагическое событие. Погиб в авиакатастрофе руководитель крупной нефтяной компании «Тоталь». Мы настаиваем на очень тщательном и быстром расследовании этого инцидента. Мы настаиваем на том, что виноватыми не должны быть назначены стрелочники. То ли водитель снегоуборочной машины, то ли его непосредственный начальник. Проблема более глубока. Проблема в том, что московский узел перегружен, по сути, это единственный хаб в России. И рано или поздно такая катастрофа должна была случиться. Властям нужно активнее развивать хабы в регионах, строить заявленные аэропорты. Тогда можно будет разгрузить воздушное движение в Москве. И вот таких катастроф не будет. Потому что эта катастрофа очень сильно бьет по имиджу России. Руководитель «Тоталь» был последовательным сторонником сотрудничества с Россией. Он входит в топ, ходил, к сожалению, уже входил в элиту мирового бизнеса. И то, что на территории России он погиб таким нелепым образом, конечно, не прибавляет имя популярности нашей стране. Не можем обойти стороной вчерашнюю трагедию в аэропорту Внуково. Погиб друг России, крупный мировой предприниматель. И, как говорил известный человек, если случайность привела к глобальным изменениям, значит, это не случайность, а диверсия. Эту версию, мы считаем, нужно брать ключевой, самобичеванием прекращать заниматься, переводить стрелки на несчастного водителя-снегоуборщика тоже некорректно. Нужно рассматривать ключевую версию. Смерть де Мержери выгодна оппонентам России. Она привела к тому, что мы потеряли ключевого союзника на мировой политической и экономической сцене. Кроме того, я хочу напомнить, что инициатива ЛДПР по восстановлению Министерства гражданской авиации, которой мы ставим несколько десятилетий уже в России, наконец нашла поддержку в Общественной палате. Последний раз мы ее выдвигали в сентябре этого года. И считаем, что очередная трагедия привела к тому, что этот вопрос стал крайне актуальным. Управление гражданской авиацией должно вестись из единого центра. Управление всеми аэропортовыми площадками также должно вестись из единого центра. Должны в каждом аэропорте быть запущены системы открытого пространства, так называемые open space. У нас есть система GLONASS, которая позволяет отслеживать движение любого транспортного средства, любого сотрудника аэропорта, любого самолета. Все это должно выводиться на единый экран. Во Внуково, к сожалению, такая система до сих пор не установлена, как и в большинстве аэропортов России.